Добрый день, друзья! Так что же делать с капустой в июне? Первое, это собирать урожай. Мы уже собрали урожай самой ранней капусты. Напомню, это капуста пак чой, которую мы высевали в теплице и собрали вместе с редисом, потому что она самая скороспелая, полезная, богатая микроэлементами, витаминами, хрустящие. И, конечно же, вторым потоком у нас пошла следом за ней капуста пекинская. Уже половину урожая мы практически прикончили. Второе, капусту нужно любить, поить и кормить. Вот на этой грядочке подкормку я уже провела. Здесь у меня капуста белокочанная в дворе посажена, ранне спелых сортов гибридов, которые уже буквально наливают вилочки и буквально скоро-скоро первые щи, первые голубцы у нас пойдут. Ну а средним рядом, помните, я говорила, что мы успеем собрать урожай и еще капусты, которые не образуют вилка, а стеблеплод у нас уже наливается. Здесь у меня капуста идет кальраби, еще буквально 4-5 дней, и мы соберем очередной витаминный урожай. На этой грядочке у меня все дела капустные второго плана в виде подкормки сделаны. Пойдемте на следующую грядку. Друзья, вот на этой высокой грядке в тоннеле у меня растет цветная капуста. Я выделила ей целую длинную 6-метровую грядку, и очень скоро мы будем наслаждаться урожаем капустки. Кстати, второй оборот не поздно посадить именно в июне. Капустку пора кормить. И обратите внимание, у нее чистые листочки. Я не делала ни одной обработки. Тоненький спонбон, натянутый на дуги, полностью защищает от летающих вредителей. Ни одна бабочка не садится на капусту и не откладывает своих личных вредителей. Поэтому сейчас все наши хлопоты сосредоточены только на то, чтобы вовремя попоить нашу красавицу и, конечно же, вовремя подкормить. Я буду использовать для очередной подкормки. Она у меня, кстати, по плану сейчас органическая. Буду вносить гранулы удобрения комплексного органического нового поколения. Это органику. Мы с вами с ним уже хорошо знакомы. Мы его использовали и в нашем огороде на подоконнике. И розы с ним сажали. И в тепличку заделали сплошным способом под посадки перчиков и томатов. И в лунки вносили под многие культуры. И вот посмотрите, капуста сейчас с удовольствием скушает эту подкормку. Ее внести можно, кстати, двумя способами. Ленивым это заделав вокруг кустов и при окушке, затем полить. И в качестве удобряющего полива. Удобрение органикума, оно гранулированное и раскрывается в почве постепенно, пролонгированно. Поэтому нам достаточно будет только капусту нашу поливать. И вовремя вносить еще какие-то неорганические компоненты, которые будут необходимы именно в процессе роста и созревания капусты. Вот посмотрите, напоминаю для наших постоянных зрителей-новичков, что гранулы органикума выглядят именно так. Они у нас полностью натурального происхождения. И на одну вот такую капустинку, как я называю ее, при луночном внесении, при посадке достаточно 15-20 граммов. Это 1,5-я часть вот такого стаканчика. И для подкормки мы тоже берем такое же количество. Вот я сейчас отбираю необходимое количество. Вот посмотрите, вот столько примерно. Можно даже щепоткой набирать, если у вас рука наметана. И аккуратно распределяем вот эти гранулы вокруг нашей капустки. При поливе у нас регулярно вот это вот приокучивание вокруг кустов капусты, саженцев, регулярно размывается. И поэтому будет идеально, если вы будете почву немного аэрировать. Особенно, когда она у вас плотная. Вот я гранулы распределила по поверхности. А сейчас руками можно тяпочка. Но у меня почва рыхлая, посмотрите. Я вот эти гранулы прикрываю аккуратно почвой. Кстати, не засыпать точку роста капусты – это нам ни к чему. И останется только потом таким же образом отмерить небольшое количество на каждый кустик, внести, приокучить и полить. Все, подкормка наша полностью завершена. Удобрение полностью содержится. Есть необходимый набор компонентов, элементов питания. Это азот фосфор, калий. И кроме этого в состав входит 16 незаменимых компонентов, которые работают как строительный материал и участвуют активно в жизнедеятельности каждой клеточки любой растительной нашей культуры. Будь то это овощная, либо цветочная, зеленая, удобрение подходит для любой типа культуры. И работает на здоровье и отличное плодоношение каждого овоща на нашей грядке. Кстати, аминокислоты, которые входят в состав этого удобрения, а их 77 граммов на каждый килограмм удобрения, они работают как кирпичики. И в качестве строительного материала строят клетки и улучшают обмен внутри тканей растений. Благодаря этому капустка прекрасно развивается. Посмотрите, как мне нравятся такие подкормки. И, конечно же, потом это скажется на вкусовых свойствах конечного продукта, плодов, ради чего мы, собственно, эту капусту и выращиваем. А теперь, перемещаясь на следующую грядку, я покажу вам, что я с ней сделаю. Друзья, а это у меня грядка с капустой, моей любимицей, капуста брокколи. Кстати, она тоже уже отчаянно нуждается в подкормке. И вы многие уже сейчас присмотрелись, заметили, скажете, Анна, да у вас сорняки в грядке. Конечно, в этом году я отказалась от мульчирования. И сразу получила сорняки в грядке. Конечно же, это еще одно дело, которое нужно сделать в нашем капустнике именно в июне. Прополоть, прорыхлить и дать удобряющий полив. Мы показали, как заделать органикум в почву гранулами. А еще можно поступить проще. Сделать настой органикума. Берем полстаканчика гранул, измельчаем, бросаем их в воду, заливаем просто 10 литрами воды, оставляем на сутки. Сейчас я просто вот этот свой настой удобряющий перемешиваю. Получается у меня уже готовая полностью подкормка. Беру кошечек и под корень вношу 1-2 литра в зависимости от влажности почвы. Почва, вы посмотрите, такая супещаная, легко впитывает почву, поэтому капуста на водах леп. Я как говорила, что в июне, особенно когда тепло, жарко, нельзя пренебрегать поливом. Иначе капуста у нас будет тормозиться в росте. Такой шикарной зелени не даст. И, конечно же, не забывать про подкормки. Это второе дело именно в нашем капустнике 2021 именно в июне. Ну а что же третье? Сейчас я вам все расскажу и покажу. И третье, что нужно сделать обязательно с капустой в июне, это высадить капусту поздних сроков созревания. Это белокочаная, совойская, пирожковая, как я еще называю. Капуста калибус краснокочаная. И, конечно же, капуста кале, которая будет нас радовать до самых морозов. Декоративная капуста, которая усложит наш взор до самых тоже холодов, когда будут лежать сугробы, когда всю основную капусту мы соберем. И, конечно же, мы ее высаживаем в открытый грунт. Можете ее под укрытие или ставить, как я, в грядочке без дуг, поскольку она узенькая. И уже потом следить за насекомым, чтобы они не поразили нашу капусту. Органику буду вносить я в лунку непосредственно при посадке. Видите, я декоративную капусту рядом с основной грядкой капусточки тоже сформировала. Формирую лунки. Заранее рассаду я всю полила. Остальную капусту, которую я только что вам перечислила, буду высаживать уже в грядке, конечно же, под тоннель, чтобы защитить от палящего солнца, которое сейчас будет проглядывать, от вредителей. Не забывайте, если у вас есть медведка, обязательно вносите приманку, которая защитит нежный стебелек. Сейчас вода у меня впитается. Кстати, при луночном несении органику мы вносим в том же количестве, 15 в среднем граммов, это 1,5 стаканчика, в лунку перемешиваем ее с землей. И вот в такую жижицу, все говорят, все грязь будешь князь, с комом земли, хорошо пролитую нашу рассаду, помещаем в луночку. Расправляем листочки, подсыпаем и слегка уплотняем в прикорневой зоне. Точку роста не заглубляем. В дальнейшем, когда наша капуста адаптируется после посадки, сверху можно еще тоже немножечко полить. И после того, как все листочки расправятся после пересадки, когда она придет в себя, можно будет ее обязательно прорыхлить, если почва будет достаточно уплотнена, и приокучить. Тогда капуста сядет прочно на грядки, и вся прикорневая зона у нее будет аэрирована и хорошо вложена, будет лучше держать влагу при поливе. Вот посмотрите, все капустные дела мы с вами июньские обсудили. Конечно же, мы и в июле встретимся с вами на капустных грядках, посмотрим, что же у нас в результате подкормки и нашего ухода получится. Вместе соберем урожай. Ну а лето впереди, и у нас впереди много интересного. Щедрого вам урожая и успешного труда на урожайных грядках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!